В эфире «Современный разговор» директором Центра исследований Южного Кавказа, экспертом дискуссионного клуба «Валдай» Пархадом Мамедовым. Здравствуйте, Пархад, рад вас приветствовать в очередной раз. Здравствуйте, Василий. Спасибо за приглашение. И всем нашим зрителям советуем подписываться на канал, активничать, ставить лайки, шевелиться. Это обязательно. Спасибо большое. Пархад, вот вы сказали о том, что все это происходит в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Есть такие разговоры, что администрация Байдена не смогла урегулировать конфликт мирным путем между Украиной и Россией, а также между Ираном и Израилем. Ну, там был Хамас, прокси Иран. И с этой целью, возможно, они вновь организовали встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, чтобы хотя бы на южнокавказском треке у них были плюсы, что они урегулировали хоть какой-то конфликт и придвинули сторону к мирным переговорам, о подписании мирного договора. А что вы можете по этому поводу сказать? Это, можно сказать, отличается от тех встреч, которые были ранее в этом же формате, а также вот вчера были заявления и Алина Симоньяна, что мы готовы подписать мирный договор на основе уже достигнутых пунктов, и заявление о Пашиняна Белла по поводу инфраструктуры транспорта. Как сегодня обстоят дела в этом вопросе, в том числе между Баку и Ереваном? По вопросу Соединенных Штатов я с вами согласен. Даже уже есть такая… Кстати, не в среде азербайджанских экспертов, а в среде экспертов США есть такая идея, что мечта Блинкена в получении Нобелевской премии мира, и он старается это все реализовать. Ну, понятно, в Украине это невозможно сделать, на Ближнем Востоке он постарался очень. А реально это можно сделать между Азербайджаном и Алином, чтобы вот за последническую миссию получить Нобелевскую премию. Ну, наверное, у него есть соответствующие интересы для этого, для своей собственной карьеры. Как минимум, после того, как он покинет пост госсекретаря США, чтобы, например, его одна лекция стоила бы в два раза дороже, если он получит, например, Нобелевскую премию мира, чем просто бывший госсекретарь США. И в этом тоже есть его собственная тенция. Но какого-то прорыва, конечно, на сегодня в армяно-азербайджанском переговорном треке проследить невозможно. Даже решение Конституционного суда Армении по регламенту о деятельности комиссии по определению границы тоже оставляет очень много вопросов. Очень много вопросов. И вот эта активность США, она ни к чему не приведет. Как минимум, потому что в смысловой части у Азербайджана есть претензии к Конституции. И решение Конституционного суда ни в коем образе и случае не меняет позиции Азербайджана. Я так думаю, будем ожидать официальной реакции государственной структуры Азербайджана по этому вопросу. Я сегодня, кстати, написал текст про это по решению Конституционного суда Армении. Что, кажется, Азербайджан хочет в долгосрочном гарантии, а не то, чтобы сегодня, вот при этой власти, Конституционный суд в этом составе, подчиненный полностью Пашинянам, принял одно решение, не убирая вот этих всех документов. Он дал интерпретацию в одной форме, а через 2-3 года, когда Пашинян проиграет выборы, реваншисты придут в власти, поменяют состав Конституционного суда, и он выдаст совершенно иную интерпретацию. То есть это не гарантия, это слабая гарантия долгосрочности мирного договора. Или же отсутствие территориальной претензии Армении к Азербайджану. Что касается американских позиций, то в Азербайджане США не делает ничего, чтобы у официальной структуры Азербайджана повышалось доверие к позиции США. В прошлом году официальный представитель Госдепа США назвал три цели Америки в процессе регулирования отношений между Азербайджаном и Америки. Три цели. Это помощь Армении, это тема армян-карабаха, и это мирный договор. Очередность приоритетов менялась у американской стороны. На сегодня мы можем сказать, что после 5 апреля этого года встречи в Брюсселе, они институционально оформлены. Первый цель – это поддержка Армении всеми способами. То есть, это уже не личная инициатива каких-то чиновников США, а это институциональное обязательство США помогать Армении всеми структурами. Финансово, организационно, в военном контексте и так далее. Поэтому, политически в том числе. Поэтому, это первая цель уже оформлена, институционно. Вторая цель – это была раньше армян-карабаха. Сейчас они эту тему отодвинут на второй план, но она не сходит с повестки Сергея Шетерина. Сейчас они сконцентрировались на мирном договоре. Чтобы потом уже, после мирного договора, актуализировать тему мира. Ну вот, послушайте, вчера, значит, в рамках ОБСЕ проходило заседание, и там официальный представитель США, она отметила, что тема, значит, гуманитарные права, это все, значит, все еще остается на повестке американских сторон. Мы не должны это забывать. Ни в коем случае. То есть вот я сейчас смотрю, как это все было сказано. Крупномасштабные преступления против человечества, массовое убийство. А, ну, это, значит, не дозревать Баджан. Вот. Мы продолжаем рассматривать предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и нарушения прав человека в Наговом Карабахе. Значит, они продолжают рассматривать. Мы знаем, что они послали, финансировали деятельность нескольких групп следователей в Армении, а они подготовили соответствующие репорты. Мы не знаем о заключении, к которому приходят эти репорты. Была ли этническая числа или нет, как они ее классифицировали. Они все сданы в структуру, которая оплачивается. Это государственный департамент США. И вот они держат эту дубинку в руках, постоянно говорят, что они еще продолжают рассматривать предполагаемые нарушения международного гуманитарного права. На дипломатическом языке это шантаж Азербайджану, чтобы все это знали. Они продолжают упоминать навогный корабль, хотя такой административной единицы на территории Азербайджана нет. А вчера Конституционный суд Армении постановил, что такой административной единицы нет ни на территории Армении. Поэтому вот эта позиция Соединенных Штатов Америки она вызывает вопрос в Азербайджан и не создает доверие в Азербайджан. Что сегодня мы подпишем мирный договор, а завтра они добившись второй своей цели, они перейдут к реализации третьей своей цели. То есть выйдут и скажут. А это вот у нас есть репорты, это сказано на черном этнической чистке. Один репорт, он уже опубликован, это Freedom House, где черным по белым написано, что это этническая чистка. То есть обвинение в сторону Азербайджана сформировало ворона. И если Соединенные Штаты Америки, к примеру, хотят, чтобы доверие в переговорном треке к их модерации возросло, они должны выйти и сказать, что мы получили репорты, это не этническая чистка. Откровенно и четко. Но они же этого не скажут из-за страха перед Конгрессом и Сенатом, где заседают коррумпированные продажные американские политики, сидящие на довольстве официальной структуры Армении и армянской диазмонии США. То же самое касается Европейского Союза. Они знают, что нужно сделать для повышения доверия Азербайджана к Европейскому Союзу. Это дезавуировать подпись Шарла Мишеля под гранатским заявлением. Поэтому какие-либо активности США в этом направлении я считаю на сегодня контрепродуктивными, которые не только негативно влияют, не только создают элемент накряженности в отношении Азербайджана и Армении и Азербайджана и США, но и вредят переговорному процессу. Потому что мы видим этот нож за спиной, понимаете, его видно, они его даже не стрелают. А дипломатия Азербайджана настроена на то, что мы эти темы ни в какой форме не обсуждаем с ними тему Карабаха, Армян-Карабаха и так далее. Во-первых, а во-вторых, мы не приемлем формулировки этнической чистки в отношении Армян-Карабаха, которые добровольно и в безопасности среди атмосферы покинули территорию Азербайджанской республики. Да, и поэтому вы об этом говорите. Я вспомнил недавнюю речь президента Алиева о том, что искусственно вооружая Армению, ее готовят как бы оружие против Азербайджана, и Азербайджан хотят втянуть в новую войну в западные круги в частности. Ну, в том числе, потому что оружие поступает и из Индии, это все проходит в рамках поддержки Армении, помощи Армении, они так и называют. Но нужно понимать одну вещь, что Азербайджан никогда не выступал против двусторонних отношений Армении с другими странами, если эта тема не касается Азербайджана. К сожалению, в этих отношениях фигурирует тема Азербайджана, тема Армян-Карабаха, тема территориальных претензий Армении к Азербайджану. То, что делают на сегодня Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, ничем не отличается от того, что делала Россия в течение 25 лет, создавая возможности для Армении, скидки различные, проекты, инвестиции и так далее, в результате высвобождались финансовые резервы в Армении, которые она тратила на пролонгацию оккупационной политики в отношении Азербайджана. Сегодня вся эта поддержка, которая оказывается ЕС и США Армении, высвобождает средства Армении для увеличения своего оборонного бюджета. Ну, посмотрите, цифры, они говорят сами за себя. Французская сторона в течение этого года два раза перевела деньги на счет правительства Армении погасить бюджетный дефицит. Помощь Соединенных Штатов Америки в несколько десятков, пару сотен миллионов и увеличение в два раза поддержки USAID Армении. И по всей дуе программа, даже вот тот самый тренинг России, который они делают для одной этого роты спецназа Армении, например, этот тренинг должна была оплачивать армянская сторона, это оплачивает американская сторона. Предположим, они тратят на это сто тысяч долларов. Соответственно, эти сто тысяч долларов высвобождаются для Армении для увеличения своего оборонного бюджета. Когда мы об этом говорим, они говорят, что нет, это не летальное оружие, как сказал Стану и так далее. Это не то, что вы говорите. Фактически так и есть. Но высвобождаются же резервы в Армении. И мы получаем в конце года, что в бюджете на следующий год оборонные расходы Армении увеличены до 1,7 миллиардов. А если брать в общем, эта цифра около 3 миллиардов долларов. Да, плюс обход санкций антироссийских. Нет, 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 не в этом. А тут же они тоже зарабатывают деньги, которые создают возможность. Правильно. Но смотрите, границы с Турцией и Сараном кто охраняет? Российские. Россия. Вот сколько Россия тратит на содержание своей военной базы и пограничников. Вот берите эту сумму. Берите сумму скидок на вооружение, которое они получают из Российской Федерации, они получают это вооружение и из Индии и так далее. Эти скидки есть. Прямая финансовая помощь. 10 миллионов евро от Европейского фонда мира. «Ой, мы там госпиталь создали, это не летальное оружие». Но за деньги, которые они должны были потратить на этот госпиталь, они пойдут и купят еще больше оружия. И это мы уже доказываем фактами увеличения военного бюджета Армении. То есть все это демонстрация того, что для Армении создается еще больше возможностей со стороны ее похоронить. И каждый из этих похоронителей старается использовать Армению в своей собственной цели. от этого уменьшается субъектность этой страны. Вот проблема в этом состоит. Сегодня Россия главный торговый партнер. Армения не может выйти из ЕАЭС. Должна участвовать на саммите СМИ. Иран поддерживает это. Иранские прихоти нужно Армении исполнять в отношении СМИ. К примеру, в прошлом году мы могли говорить о том, что конфликт, например, Ирана и США обострится до той ситуации, до того уровня, которого сейчас мы имеем. Нет. И они этим в принципе наслаждались. Что вот видите, Армения может быть единственная страна в мире, где сходят интересы Ирана и США и так далее и так далее. А как сегодня? Когда ваши партнеры и пахроны будут воевать друг с другом? Они уже воюют. США с Россией и Крым. Экономическая война, поддержка Украины и так далее. Это война. А вот сегодня уже по второй такой периметр войны. Иран и Запад. Те же самые Соединенные Штаты имеются. Что вы тогда будете делать? Увеличивает это ваша субъектность или нет? Конечно, можно изворачиваться, маневрировать, на Западе закрывать намного глаза и так далее. Но это же тоже долго продолжательный. А если придет к власти Трамп, он же по-другому будет разговаривать с вами. У вас есть опыт общения с администрацией Трампа, когда Болтон пролетал? И те вопросы, он поднимал. Поэтому надежда на конъюнктурные какие-то элементы, перспективы на несколько недель и месяцев, это создает большие проблемы в отношениях в Азербайджане. Непредсказуемость вот это плюс у нас есть несколько видов Пашинян. Пашинян 2018-го, 20-го года, 21-го, 23-го года. До сих пор Пашинян это лидер политической партии, одержавшей победу на парламентских выборах в Армении в 2021 году. И в программе этой партии по Карабаху было написано отделение военной спасения. Он с этой повесткой победил, а не с повесткой того, что Карабах это Азербайджан и мы должны жить в мире с Азербайджаном. Он с этой повесткой победил наубарах. Поэтому я думаю, что к Пашиняну и к другим они должны создавать элементы доверия к себе со стороны Азербайджана. И Азербайджан говорит Минская группа ОБСЕ расформируйте и будем участвовать вместе в расформировании. Это увеличит доверие. Это будет действие. Уберите решение 1992 года. Там же черным по-белому написано в России. Черным по-белому написано. Конституционный суд выдал решение. Они сейчас этим решением будут как флаг везде гулять. Я уже предполагаю на Западе, что мы приняли такое решение, что там фактически в этом решении прописано, что декларация это не юридический документ, а политический документ. что здесь нет каких-то обязательств, нет конституционной нормы учитывать эту декларацию независимости и так далее. Но у нас же есть, например, решение постановления Верховного Совета Армении от 8 июля 1992 года. Последовательно поддерживать Нагорно-Арабахскую республику и защиту прав ее населения. Второй пункт. Считать неприемлемым для республики Армении любой международный или внутрегосударственный документ, в котором Нагорно-Арабахская республика будет указана в составе Азербайджа. По конституционному решению Конституционного суда, он же Конституционный суд не сказал, что Карабаха это Азербайджа. Конституционный суд сказал, что Карабаха нету в административно-серриальном отделении республики Армении, а граница Армении должна проходить по внешнему границу активных единиц республики Армении. Вот это решение. И есть это решение, постановление республики Армении. Убери это решение, вы же это можете делать, это референдум же не нужно. У вас есть парламент в большинстве. По Минской группе примите решение. И своими действиями создайте, увеличивайте доверие Азербайджану. А вы держите в кармане эти камешки. После подписания Миндонбольного это же неравноценно. Переговоры могут идти годами. Но у нас же сегодня в де-факто мир. Никто же не стреляет. Президент Азербайджан об этом всегда говорит. У нас есть прогресс. Реклама подписали по границе. Есть. Убрали за что вас больше всего беспокоит. Убрали. Решать свои вопросы с Россией, с Ираном. Потом приходите уже с предложением к Азербайджану. И мы там будем рассматривать это. То есть у Азербайджана конструктивная позиция. Но принципиально. А международные авторы они не по кривой хотят, а вот какими-то кривыми линиями стараются достичь каких-то конъюнктур цель. Спасибо вам большое, фазад. Пожалуйста, Алексей. Уважаемые дамы и господа, вы смотрели интервью с директором Центра исследований Южного Кавказа, экспертом дискуссионного клуба Валдай Пархадом Амедовым на моем авторском телеканале современный разговор Санасима Бабаева. Еще раз благодарю вас, Пархад. До новых встреч. Всего хорошего. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.